Несмотря на взлетевший за последние годы ценник, среднеразмерные кроссоверы по-прежнему востребованы. А регулярные обновления лишь подогревают покупательский интерес. Рассмотрим три таких кроссовера, официально представленных в России. Китаец Exit TXL. Появился на нашем рынке относительно недавно, но вот уже подоспело плановое обновление. Мотор остался прежним. Это бензиновая турбо-четверка на 1,6 литра, мощностью 186 лошадиных сил. Привод полный. Клиренс 210 мм. Базовое исполнение включает камеру кругового обзора, электропривод-зеркал с памятью настроек и крышки багажника, системы контроля слепых зон и полосы движения, беспроводную зарядку. Цена от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Обновилась и Skoda Kodiaq. Под капотом у нее бензиновая турбо-четверка, рабочим объемом 1,4 литра, мощностью 125 лошадиных сил. Дорожный просвет 189 миллиметров. Привод передних. В стартовую комплектацию входят светодиодные фары, система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах. Цена от 1 миллиона 960 тысяч рублей. Третья новинка – прошедший рейстайлинг Subaru Forester. Под капотом. Традиционный для марки двухлитровый атмосферный оппозитник, мощностью 150 лошадиных сил. Привод полный. Дорожный просвет 220 миллиметров. В базе 7 подушек безопасности, датчики дождя и света, камера заднего вида с омывателем, подогрева руля всех кресел и зоны стеклоочистителей. Цена 2 миллионов 900 тысяч рублей. Итак, разбираемся. Skoda заметно дешевле остальных, но доступность эта мнимая. Базовый мотор откровенно слабоват для среднеразмерника, а коробка только механическая. Большинство предпочитает доплатить за робот, с которым идет и более мощный двигатель. Две базовые комплектации у чеха не богаты. То ли дело китайцев. Тут сразу и полный привод, и практически полный фарш. Правда, и ценник уже один из самых высоких в сегменте. Малообъемный турбомотор Exida вызывает опасения на длинной дистанции. Но производитель подстраховывается семилетней гарантией. Двигатель Subaru проще и понятнее. Даром, что оппозитник. Помимо этого, цену в 3 миллиона должны оправдать богатая база, постоянный полный привод и японская сборка. Судя по прайс-листам, китайцы чувствуют себя уже полноправными участниками битвы за российского клиента. Но и старожилы просто так не сдаются. Жаль, только цены у всех растут вверх. Субтитры создавал DimaTorzok